Приветствую вас. Мой ответ вам, может быть, не понравится. По одной причине, что родители довольно часто болезненно реагируют на то, когда им говоришь какие-то вещи, связанные с их ребенком. Тем не менее, вы обрадили их на помощь, и я надеюсь, что вы действительно хотите помочь ребенку своему. И поэтому, в первую очередь, хочется вам сказать, что если ребенок ни с кем не общается, если его или ее называют скучным, то это означает, что ребенок достаточно зажатый, достаточно тихий такой, может быть, даже пассивный, и слабо выражает свои эмоции и чувства. Ну и, кроме того, есть проблема с увлечениями, собственными увлечениями, хобби и так далее. Вот. Откуда? Так. Почему так? Потому что нарушены коммуникационные пути в семье. Вам нужно сперва подкорректировать свое взаимодействие между вами и вашим мужем. Между мужем и дочерью, между вами и обоими дочерью. Понимаете? Вот. И необходимо анализировать вашу модель отношения к дочери. Потому что обычно такие дети, как вот ваша дочь, которая все внутри переживает, но которая скучная и с которой не о чем поговорить, это дети родителей, которые подавляются, дети родителей, которые не позволяют проявлять свои чувства. И, естественно, для благих целей, да, то есть, как бы, не говорите, что вы не любите, с подавидом, что вы ее любите, безусловно. Просто модель воспитания, она такова, что ребенок сжимается. И вот модель поведения нужно, как бы, разбирать, анализировать и корректировать именно с вами. То есть, с вами работать, с отцом девочкой работать, вот, и так далее. Следующий момент заключается в том, чтобы вы своему ребенку в любом случае давали больше свободы. То есть, как можно больше вопросов, позволяйте решать ей самой. Даже если вам кажется, что она поступает неверно, даже если вам кажется, что она тебе вредит, а по большому счету, это не важно, ребенку нужно набираться опыта. А она сейчас растет, как некое такое тепличное растение, многоизолированное от общества, от людей и так далее. Соответственно, свобода – это то, что ей необходимо. Дальше. Можно говорить о том, чтобы вы давали ей возможность решать какие-то важные вопросы, важные проблемы семейные. Ну, здесь, конечно, возможны варианты, да, но я полагаю, что смысл, надеюсь, что смысл, суть, вы поняли того, что я сказал. То есть, если ребенок будет чувствовать, что ему прислушиваются, что ему позволяют решать важные какие-то дела, его мнения спрашивают, делают так, как он говорит, это тоже на правах эксперимента можно попробовать сделать. Ну, вполне вероятно, что уверенности в себе у него прибавится, и он будет более активным, потому что почувствует, что между ним и его поступками, и причинно-следственными связями, то есть изменениями в мире, да, есть как бы тонкая нить. То есть, ребенку нужно, чтобы был результат от его действий. Если ребенок, особенно подросток, не чувствует результата от своих действий, ну, вот, например, у него нет ощущения, что он что-то значит, то, естественно, человек замыкает внутри себя, начинает мыслить с грезами, именно в грезы фантазии он уходит. И это основная проблема, по которой ваша девушка не может общаться с своими свердниками. Она живет во внутреннем мире, в своем внутреннем мире. Внутренний мир ее идеализирован, не такой, как реальный мир. А почему так? Значит, что-то в ее сознании простимулировало ее войти в этот внутренний мир свой и жить миром грез. Почему так? Опять же, ответ на этот вопрос кроется в отношении вашей семьи. Ну, вообще отношении вашей семьи. Как вы ребенка воспитываете, что вы до него доносите и так далее. То есть это вот такие очень важные моменты, о которых в любом случае нужно вам, именно вам подумать как следует. Потому что без этого результата не будет, к сожалению. И таким образом можно констатировать, что помощь ребенку состоит из двух основных направлений. Первое, это работа над моделью воспитания и над родительской фигурой, как таковой. И второе, это повышение уровня ответственности и результативности поведения ребенка. Наша девочка уже подросток, ей один и тот лет, соответственно, она вполне в силах делать какие-то вещи, отвечать за что-то и так далее. Желательно, чтобы этого чего-то было чуть-чуть больше, чем ей комфортно. Чтобы она постоянно развивалась. Ну и логично, что для того, чтобы с ней было о чем поговорить, нужны общие интересы, нужны хобби, нужны увлечения, нужны стремления. А для этого нужно пробовать. А для того, чтобы пробовать, нужно доверять себе своим чувствам. Чтобы доверять себе своим чувствам, нужно видеть результат, который, соответственно, имеется. То есть, ну, результат от своих действий. То есть, как происходит в норме? В норме происходит так, что ребенок в возрасте от 3 до 5-6 лет примерно хаотично выполняет какие-то действия. Вот он рисует, поет, танцует, играет, что-то делает. В более старшем возрасте то же самое ребенок делает, но уже на более такой профессиональной основе. То есть, кружки, музыкальные школы, рисование, спортивные секции и прочее. У вашего ребенка почему-то такого перехода не сложилось. Значит, нужно догонять. И чем быстрее, тем лучше. Потому что еще немножко и будет совсем тяжело. Например, совсем может замкнуться в себе и тогда вообще работать ему только с психологом. Кстати, если не будет ничего получаться, то вы можете ребенка показать детскому психологу, но это только в качестве крайней меры. На этом все. Я думаю, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.